Добро пожаловать в Торонто! 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 набранных очков оттава пожаловала в нью-йорк рейнджерс проводили акцию хоккей против рака и традиционные лавандовые свитеры у игроков во время разминки символическое вбрасывание все как полагается и вот этот маленький болельщик прошел процедуру лечения и произвенел этот колокольчик который говорит о том что все самое тяжелое позади теперь хоккей первый период бросок марка стала оказывается результативным и это первая шайба защитника рейнджерс нынешнем сезоне передача микки зебонежата бросок в касание и крэйк андерсон не успевает подстроиться эту шайбу все было очень быстро есть перфаст также в ассистентах затем момент у ворот хенрика лонквиста буквально сносит голки пера рейнджер следует видео просмотр эпизода после которого оттава переправила шайбу ворота и эту шайбу засчитывают марк стон становится автором гола который сравнивает счет в этой встрече затем бросок мэтта дюшейна борьба в углу площадки оттава продолжает атаковать ворота соперника лунквист оказался без маски и арбитры не сразу это заметили но как только обнаружили это сразу же дали свисток вот момент лунквист в маске и она немножко стало свободно ходить потом уже слетела маска с головы лунквиста вот так и рейнджерс забрасывают свою вторую шайбу и снова видео просмотр на предмет помехи вратарю но и эту шайбу также засчитывают это гол леса андерсона с которого и угодил своим броском струм счет становится 21 в пользу рейнджерс филипп хиттл сделал передачу под бросок своему партнеру и крис крайдер нанес бросок в ранее 13 гол крайдера в этом сезоне под ловушкой андерсона прошла шайба и счет стал 3-1 рейнджерс укрепили свое преимущество затем томас шабот нарушил правила это привело к массовой потасовки вроде бы ничего такого грубого не было подножка но тут же завелись игроки обеих команд и оттава забивает уже при пустых воротах марка стоуна выводят на бросок ткачак и дюшейн приняли участие в этой голевой комбинации вот такая передача брэдди ткачака и завершение марка стоуна затем мощнейший силовой прием томас шабот встречает влада наместникова тот оказывается на льду и покидает площадку отправляется в раздевалку оттава продолжила атаковать при пустых воротах но в эти пустые получила шайбу от микки зебонежада 4-2 побед нью-йорк рейнджерс в этой встрече и нью-йоркская команда выиграла 8 из последних девяти домашних матчей перебрасав соперника 33 31 две результативные передачи у ткачака в составе оттавы лидеры по домашним победам этого сезона 9 успешных матчей у нэшвилла по 10 побед у тампы и нью-йорк рейнджерс флорида принимала нью-джерси девилс нью-джерси в последних матчах против флориды играет не очень успешно всего лишь одна победа и 7 поражений в основное время то есть без набранных очков это статистика сезона 15-16 начинаем сразу со второго периода потому что первая 20 минутка не подарила заброшенных шайб но во втором периоде майлз вуд переправляет шайбу в ворота сами ваттанин и егор яковлев в ассистентах вот такая перепасовка защитников яковлев на ваттанина тот бросает и майлз вуд подставляет свою клюшку вторая передача яковлева в нхл и вторая шайба майлза вуда в нынешнем сезоне непростая ситуация для вратаря флориды джеймса раймера был перекрыт ему обзор но и вот идеально попал затем блэйк колман перехватывает шайбу когда флорида играет в большинстве и колман забивает восьмой гол в сезоне счет становится 2-0 нью-джерси удалось пробить раймера в меньшинстве не стал вводить вратаря колман бросил девятку и это решение оказалось правильным флорида продолжила розыгрыш большинства но уже в формате 5 на 3 и забил александр барков спустя полторы минуты после гола колмана уверенный вход в зону а затем борьба в углу шайба приходит к евгению додонову тот на баркова и барков бросает в касание двенадцатая передача додонова в этом сезоне и восьмой гол александра баркова также соучастником этой шайбы стал джонатан юбердо джарет маккэн ему никто не помешал нанести этот результативный бросок сделал несколько шагов сместился в центр и посмотрел что делает вратарь бросил в правую от кита кинкейда девятку тяжелую встречу в тампе правил кори шнайдер и в этой игре ворот универсия защищал кит кинкейд который является первым вратарем команды а в этом сезоне затем еще один бросок сами ваттонина и снова подставленная клюшка естер брат становится автором заброшенной шайбы ну а помимо ваттонина тейлор холл в ассистентах который как раз выиграл единоборство в углу площадки вторая шайба брата 17 передача тейлора холла 3 2 в пользу нью-джерси предпоследняя минута флорида меняет вратаря на 6 полевого игрока и добивается успеха джонатан юбердо с передач баркова и додонова забрасывает шайбу это сотый гол национальной хоккейной лиги ну а если брать нынешний сезон пятая шайба джонатана юбердо передача баркова на пятачок и юбердо переправляет шайбу в ворот овертайм при счете 3 3 момент у майка хоффмана выход 2 в 1 вместо передачи хоффман наносит бросок судья сначала разводит руки в стороны потом звучит сирена потом игра останавливается но естественно следует видеопросмотр этого эпизода на предмет того побывала шайба в воротах или нет бросок был очень сильный и повтор показывает что лишь в штангу попадает хоффман и немножко задел эту шайбу кит кинкейт игра продолжается и снова хоффмана выводят на бросок на этот раз он бросает сильно и очень точно 12 гол в сезоне и эта шайба приносит победу флориде классная передача джонатана юбердо восьмой победный гол в овертайме в карьере майка хоффмана который в этом сезоне играет весьма и весьма результативно уже 12 шайба две передачи на счету евгения додонова в этой встрече голы и передача у александра баркова 34 32 по броскам в пользу флориды 8 матчей подряд на своей площадке хоффман набирает очки четыре шайбы и 7 результативных передач при 11 набранных баллов его результативная серия продолжается сам результативный матч игрового дня прошел в детройте куда пожаловал коламбус коламбус выглядит серьезной силой в этом сезоне тем более что недавно покинули лазарет лидеры команды и сейчас состав коламбуса близок к оптимальному большинство blue jacket самом начале игры долгая позиционная атака кэм аткинсон наносит браслок поворотом джимми ховард отбивает шайбу в сторону ближе к середине первого периода еще одну атаку провели хокисты blue jacket с панарин отправляет вперед дюбуа передача в борт отскок и дюбуа забивает шайбу благодаря панарина за эту результативную передачу великолепно рассчитал панарин момент отскок такие штуки он вытворил свое время и в континентальной хоккейной лиге ну а здесь пьер люк дюбуа подбирает шайбу и переигрывает галки про 1-0 в пользу блю джекетс 19 передача панарина в этом сезоне 11 шайба пьера люка дюбуа это бросок джоша андерсона в дальний угол и здесь также ничего не может поделать джейми ховард дженнер в ассистентах и две с небольшим минуты между первой и второй шайбе коламбуса прошло а на 17 минуте забивает панарин в 13 матчах не удавалось ему забить и вот эта засуха прервалась шестой гол в сезоне веренский и андерсон в ассистентах джонатан бернье появляется в воротах детройта после первого периода и конечно ховард недоволен тем как он провел стартовый отрезок в этой встрече но коламбус сейчас довольно сильный клуб с ним очень сложно играть густав нюквист дарит надежду детройту на первой же минуте второго периода подставляет клюшку и шайба перелетает сергея бобровского непредсказуемая траектория но довольно быстро коламбус на эту шайбу отвечает маркус нутевара 6 минут периода и счет становится 4 1 еще один перехват коламбуса после которого вырастает опасная атака ник фолинио подключает своего партнера следует розыгрыш мюррей на дженнера и дженнер уже точно в ворота 5 1 перевес коламбуса в 4 шайбы перехват майка грина точный кистевой бросок защитник детройта делает счет 5 2 великолепное попадание бобровский с этим броском не справился последний раз еще в составе вашингтона голевой серии отмечался майк грин после его гола дэнис чаловский забросил еще одну шайбу реализовав численное преимущество и отрыв коламбуса составлял лишь две шайбы энтони манта забивает в третьем периоде на первой же минуте и сокращает отрыв до минимума 5 4 в пользу коламбуса но понятно что психологическое преимущество перешло детройту правда звено лидеров налета у коламбуса панарин сыграл на своего партнера дальше последовало добивание и эту шайбу не засчитали свисток прозвучал чуть раньше для берни был очень тяжелый момент и потом уже после видео просмотров все-таки эту шайбу записали в актив коламбусу ее автором стал пьер-люк дюбуа савар и панарин в ассистентах третье очко панарин набрал в этой встрече детройт поменял вратаря уступая в две шайбы и энтони манта оформил дубль девятый гол в сезоне дейли и чаловский помогли ему отличиться до последнего жила интрига в этой встрече но сет джонс умудрился попасть по пустым воротам вот таким не сильным броском из своей зоны дюбуа зарабатывает результативную передачу и коламбус выигрывает со счетом 7 5 равенство по броскам 32 32 два гола и передача у дюбуа гол и два результативных пасса у артемия панарина но и также три очка со стороны детройта набрал энтони манта дубль и результативная передача артемий панарин очень успешно играют против детройта пять матчей и при этом девять набранных очков причем большая часть за счет заброшенных шайб 6 голов 3 передачи 40 процентов реализации бросков на этом на сегодня все для вас сегодняшний обзор подготовил виталий магранов благодарю всех за внимание и до встречи на хоккее счастливо